Детское радио представляет Здравствуйте, мои друзья! Это я, российский Дед Мороз! А хорошо летом в нашем сосновом лесу! Можно грибы, ягоды, да травы душистые собирать! Можно рыбку в пруду поудить! А вы, ребята, лето любите? И я тоже очень люблю! Что, говорите, я могу растаять? Нет, не растаю, я же не сосулька! Я волшебник! Чудеса для вас зимой творю! Но и летом на вотчине без дела не сижу! Ваши письма читаю, подарки готовлю, Гостей встречаю и пчелок своих помощниц навещаю! Ведь у меня есть целая пасека! Приезжайте, метком своим любимым лакомством угощу! А коли жарко станет, Так у меня и свой ледник есть! Там круглый год можно полюбоваться на ледяные скульптуры! Летними прохладными вечерами Мы собираемся с моими друзьями лесными зверями И вспоминаем старинные сказки, Которые многие сотни лет Бабушки и дедушки своим внукам рассказывают! Русская народная сказка Иван-Царевич и Серый Волк Жил-был царь Бериндей И было у него три сына Младшего звали Иваном И был у царя сад великолепный Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками Стал кто-то царский сад посещать Золотые яблоки воровать Царю жалко стало свой сад Посылает он туда караулы Никакие караулы не могут уследить похитника Царь перестал и пить и есть Затасковал Сыновья своего отца Сыновья своего отца утешают Дорогой наш батюшка Не печалься Мы сами станем сад караулить Старший сын говорит Сегодня моя очередь Пойду стеречь сад от похитника Отправился старший сын Сколько не ходил с вечера Никого не уследил Припал на мягкую траву И уснул Утром царь его спрашивает Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника? Нет, родимый батюшка Всю ночь не спал Глаз не смыкал А никого не видал На другую ночь Пошел средний сын караулить И тоже проспал всю ночь А наутро сказал Что не видал похитника Наступило время Младшего брата Идти стеречь Пошел Иван-царевич Стеречь отцов сад И даже присесть Боится Не то, что прилечь Как его сон одолеет Он росой с травы умоется Сон и прочь с глаз Половина ночи прошла Ему и чудится В саду свет Светлей и светлей становится Весь сад осветило Он видит На яблоню села Жар птица И клюет золотые яблоки Иван-царевич Тихонько Подполз к яблони И поймал птицу за хвост Жар птица Встрепенулась И улетела Осталось у него в руке Одно перо От ее хвоста На утро Приходит Иван-царевич К отцу Ну что, дорогой мой Ваня Не видал ли ты Вора-похитника Дорогой батюшка Поймать не поймал А проследил Кто наш сад разоряет Вот От вора Память вам принес Это батюшка Жар птица Царь взял Это перо И с той поры Стал пить И есть И печали не знать Вот В одно прекрасное время Ему и раздумалось Об этой жар птице Позвал он сыновей И говорит им Дорогие мои дети Оседлали бы вы Добрых коней Поездили бы По белу свету Места бы Познавали Не напали бы Где На жар птицу Дети Отцу Поклонились Оседлали Добрых коней И отправились В путь Дорогу Старший В одну сторону Средний В другую А Иван-Царевич В третью сторону Ехал Иван-Царевич Долго ли Коротко ли День был летний Приустал Иван-Царевич Слез с коня Спутал его А сам Свалился Спать Много ли Мало ли Времени Прошло Пробудился Иван-Царевич Видит Коня Нет Пошел Искать Ходил Ходил И нашел Своего Коня Одни Обглоданные Кости Запечалился Иван-Царевич Куда Без коня Ты Идти В такую Даль Ну что Ж Думает Взялся Делать Нечего И пошел Пеший Шел Шел Устал До смерточки Сел На мягкую Траву Пригорюнился Сидит Откуда Не возьмись Бежит К нему Серый Волк Что Иван-Царевич Сидишь Пригорюнился Голову Повесил Да Как же Мне Не печалиться Серый Волк Остался Я Без доброго Коня Это Я Иван-Царевич Твоего Коня Съел Жалко Мне Тебя Ну Расскажи Зачем Вдаль Такую Поехал Куда Путь Держишь Послал Меня Батюшка Поездить По белу Свету Найти Жар Птицу Фу Фу Тебе На своем Добром Коне В три Года Не доехать До жар Птицы Я Один Знаю Где она Живет Ну Так и Быть Коня Я твоего Съел Буду Тебе Служить Верой Правды Садись На меня Да Держись Крепче Сел Иван Полезай Через стену Не бойся Час Удачный Все сторожа Спят Увидишь В тереме Окошко На окошке Стоит Золотая клетка А в клетке Сидит Жар Птица Ты птицу Возьми За пазуху Положи Да Смотри Клетки Не трогай Иван Царевич Через стену Перелез Увидел Этот терем На окошке Стоит Золотая Клетка А в клетке Сидит Жар Птица Он Птицу Взял За пазуху Положил Да Засмотрелся На клетку Сердце Его Разгорелось Ах Какая Золотая Драгоценная Как Такую Не взять И Забыл Царевич Что ему Волк Наказывал Только Дотронулся До клетки И Пошел По крепости Звук Трубы Затрубили Барабаны Забили Сторожа Пробудились И схватили Ивана Царевича Повели Его К царю Афрону Царь Афрон Разгневался И Спрашивает Чей Ты Откуда Я Царя Берендея Сын Иван Царевич Ай Срам Какой Царский Сын Да Пошел Воровать А что А что Когда Ваша Птица Летала Наш Сад Разоряла А ты Б Пришел Ко Мне По Совести Попросил Я Б Ее Тебе Так Отдал Из Уважения К твоему Родителю Царю Берендею А теперь По всем Городам Пущу Нехорошую Славу Про вас Ну да Ладно Сослужишь Мне Службу Я Тебя Прощу В таком То Царстве У Царя Кусмана Есть Конь Златогривый Приведи Его Ко Мне Тогда Отдам Тебе Жар Птицу Вместе С Клеткой Загорюнился Иван Царевич Идет К серому Волку А в Волк Ему Я Ж Тебе Говорил Ну не шевели Клетку Почему Не послушал Мой наказ Ну прости Ж ты меня Прости Серый Волк То-то Прости Ладно Садись На меня Взялся Загуш Не говори Что не дюж Опять Поскакал Серый Волк С Иваном Царевичем Долго Лин Добегают Они До той Крепости Где Стоит Конь Златогривый Полезай Иван Царевич Через стену Сторожа Спят Иди На конюшню Бери Коня Да Смотри Уздечку Не трогай Иван Царевич Перелез В крепость Там Все Сторожа Спят Зашел На конюшню Поймал Коня Златогривого Да Позарился На Уздечку Она Золотом Дорогими Камнями Убрана В ней Златогривому Коню Только И гулять Иван Царевич Дотронулся До Уздечки И Пошел Звук По всей Крепости Трубы Затрубили Барабаны Забили Сторожа Проснулись Схватили Ивана Царевича И повели К царю Кусману Чей Ты Откуда Я Иван Царевич Эка За какие Глупости Взялся Коня Воровать На Это И Простой Мужик Не Согласиться Ну Да Ладно Прощу Тебя Иван Царевич Если Сослужишь Мне Службу У Царя Далмата Есть Дочь Елена Прекрасная Похить Ее Привези Ко мне Подарю Тебе Златогривого Коня С уздечкой Еще Пуще Пригорюнился Иван Царевич Пошел К Серому Волку Говорил И тебе Иван Царевич Не Трогай Уздечку А не Послушал Моего Наказа Ну Прости Ж Меня Прости Серый Волк То То Прости Ну Да Уж Ладно Садись Мне На спину Опять Поскакал Серый Волк С Иваном Царевичем Добегают Они До Царя Далмата У него В крепости В саду Гуляет Елена Прекрасная С мамушками Да нянюшками Серый Волк Говорит В этот В этот раз Я тебя Не пущу Сам Пойду Ты Ступай Обратно Путем Дорогой А я Тебя Скоро Нагоню Иван Прекрасную Как расстанусь с такой красотой, как Елену Прекрасную на коня буду менять? Серый волк отвечает. Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, а ты веди меня к царю. Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь в точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. Спасибо себе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай золотогривого коня с уздечкой. Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной в лесную избушку. Взял ее, посадил на коня и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу. Пераварий весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, Повел он Елену Прекрасную в спальню. Да только лег с ней на кровать, глядит. Волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху и свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает. О чем задумался Иван-царевич? Да как же мне не думать. Жалко расставаться с таким сокровищем, Конем золотогривым, Менять его на жар птицу. Не печалься, я тебе помогу. Доезжают они до царя Афрона, Волк и говорит. Этого коня Елену Прекрасную ты спрячь, А я обернусь золотогривым конем, Ты меня и веди к царю Афрону. Спрятали они Елену Прекрасную из золотогривого коня в лесу, Серый волк перекинулся через спину, Обернулся золотогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар птицу золотой клеткой. Иван-царевич, вернувшись спешей в лес, Посадил Елену Прекрасную на золотогривого коня, Взял золотую клетку с жар птицей И поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвезти к себе дареного коня, И только хотел сесть на него конь, Обернулся серым волком. Царь со страху, где стоял, там и упал, А серый волк пустился на утюг И скоро догнал Иван-царевича. Теперь прощай, Мне дальше идти нельзя. Иван-царевич слез с коня И три раза поклонился до земли с уважением, Отблагодарил серого волка. А тот говорит, Не навек прощаешься со мной, Я тебе еще пригожусь. Иван-царевич думает, Так куда ж ты мне еще пригодишься? Все желания мои исполнены. Сел на золотогривого коня, И опять поехали они с Еленой Прекрасной Жар-птицей. Доехали до родных своих краев, Вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка, Но они поели, Ключевой воды попили И легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, Наезжают его братья. Ездили они по другим землям, Искали жар-птицу, Вернулись с пустыми руками, Наехали и видят, У Ивана-царевича Все добыто. Вот они сговорились. Давай убьем брата. Добыча вся будет наша. Решились и убили Ивана-царевича. Сели на золотогривого коня, Взяли жар-птицу, Посадили на коня Елену Прекрасную И устрашили ее. Дома не сказывай ничего. Лежит Иван-царевич, Мертвый. Над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, Прибежал серый волк И схватил ворона с вороненком. Ты, ворон, Лети за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, Тогда отпущу твоего вороненка. Ворон делать нечего, Полетел, А волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, Коротко ли, Принес он живой и мертвой воды. Серый волк Спрыснул мертвой водой Раны Ивану-царевичу, Раны заживы. Спрыснул живой водой, Иван-царевич ожил. Ох, Крепко ж я спал. Крепко ты спал, Говорит серый волк, Кабы не я, Совсем бы не проснулся. Одные братья тебя убили, И всю твою добычу увезли. Садись на меня, Скорей! Поскакали они в погоню И настигли обоих братьев. Тут серый волк их так напугал, Что они еле ноги унесли. Иван-царевич поклонился Серому волку И простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой На коне златогривом, Привез отцу своему Жарптицу о себе Невесту Елену Прекрасную. Царь Берендей Обрадовался, Стал сына спрашивать, Стал Иван-царевич Рассказывать, Как помог ему серый волк Достать добычу, Да как братья Убили его сонного, Да как серый волк Их прогнал. Погоревал царь Берендей И скоро утешился. А Иван-царевич Женился на Елене Прекрасной И стали они Жить-поживать, Да горя не знать.